В первый же день, проходя по двору нашего садика, я заметила мальчика в шортах и в синей панамке, сидящего спиной ко мне на бортике пустой песочницы. Что-то он там искал, этот мальчик. Рядом на земле валялся самокат. Чей-то сын или внук, подумала я. И сразу он разогнулся, видно, нашел, что потерял, выскочил из песочницы и, ведя самокат за рога, направился вместе со мной к входным дверям. — Здравствуйте, — сказал он вежливо, открывая передо мной дверь. — С приездом. — Здравствуй, — удивилась я. — А ты что, знаешь меня, мальчик? — Я не мальчик. Я Женя. Терпеливо и, по-видимому, привычно проговорила она, снимая панамку. — Из вашего департамента. Сайт и база данных. Поймала мой ошарашенный взгляд на самокат и пояснила. — Я рядом здесь живу, на соседней улице. Очень удобно, знаете. И пока мы поднимались на второй этаж, я узнала массу необходимых мне сведений. Какую температуру надо поддерживать в аквариуме, чтобы гурами не передохли? И сколько раз в году надо менять воду? А люблю ли я собирать камушки на море? Вот было бы здорово, если бы из Израиля я привезла какие-нибудь красивые камушки. — Сколько вам лет, Женя? — спросила я осторожно. — Двадцать пять, — сказала она, глядя на меня круглыми черными глазами, доверчиво прижимая панамку к груди. Мы поднялись на второй этаж, причем Женя забегала передо мной вперед на две-три ступеньки, привскакивая, пришаркивая, торопливо договаривая какие-то свои совершенно детские новости. Повернули налево в узкий боковой коридор, повернули еще раз и оказались в небольшом отсеке, поделенном на три анфиладой смежных комнаты, сейчас еще безлюдных. В первой, крошечной, стояли два стола с компьютерами, во второй — три стола, причем на одном пузатился небольшой аквариум, к которому Женя сразу приникло что-то бармача, приговаривая, сыпля щепоткой корм огненным меченосцам. Это оказалось приемное. Из нее открывалась дверь в кабинет начальника департамента с огромным столом, двумя шкафами и действительно роскошным ортопедическим креслом, в которое я с детским восторгом рухнула и сильно крутанулась несколько раз. Дело в том, и это вторая интимная семейная тайна, что у меня никогда не было своего письменного стола и своего кресла, и я даже не стану здесь рассказывать, где и как были написаны десятка два моих книг. Затем, вскочив, прикрыла дверь своего, своего кабинета, и минут двадцать, пока комнаты оживали голосами моих появляющихся подчиненных, в нервном напряжении болталась по комнате, касаясь руками предметов на столе, ручек шкафа, листьев полудохлого фикуса, и поглядывая в окно, из которого прочитывался огромный рекламный щит, двойная запись «Принцип бухучета» у гастронома на углу. Наконец, снова в осев в ортопедическом кресле, положила перед собой полный список сотрудников департамента и вытащила из сумки пудреницу, в зеркале которой отразилось мое строгое начальственное лицо. Я запудрила тени под глазами, еще раз проглядела список. Первой значилась Маша Анечкова, секретарь. Против ее фамилии стоял мой приговор – уволить нахрен. Набрала номер соседней комнаты, где сидели трое – Маша, Костян, мужик на хозяйстве, и Женя, сайт и база данных, и Суха негромко сказала в трубку. «Маша, будьте любезны, зайдите». Она вошла и села. Было в ней что-то худосочное, нерешительное, жалкое. «Бледная немочь», – подумала я брезгливо, – «бледная немочь», а не секретарь департамента. «Найму огонь девку, чтоб щебетала, хватала намеки на лету, делала три дела за раз и вертела задом на все стороны». «Если не ошибаюсь, вы, как секретарь, должны ввести меня в курс дел», – сказала я. Она мгновенно как-то из желта побледнела, тихо и тупо переспросила, «Чего это еще?» и стала медленно валиться на бок, сосредоточенно глядя перед собой. Я вскрикнула, вскочила, обижала стол и успела подхватить ее голову прежде, чем та стукнулась об пол. Дверь распахнулась, влетели Женя и высокий, размашистый, сразу заполнивший весь кабинет парень, наверное, Костян. Деловито приговариваясь спокойненько, 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 он подхватил Машу под мышки, Женя подняла ее ноги, и мы застряли так в дверях. «Какого черта нет дивана?» – прорычала я. «Ничего, ничего, ничего», – скорговоркой сказал Костян. «Вот давайте мы ее вот так посадим, а я ей в физиономию плюну. Она сейчас придет в себя, не беспокойтесь». Набрал полный рот воды из пластиковой бутылки на столе и мощно прыснул Маше в лицо. Та вздрогнула и поникла. «Понимаете, – шепотом сказала Женя, – это вечный недосып». «Почему недосып?» «Маша с мамой живет. Та очень больна, онкология, химия, то-се. Еще она в университете на вечернем. И последнюю неделю страшно боялась». «Чего боялась?» «Вас», – сказала Женя, потупившись, – «боялась, что вы ее уволите, а она кормилец семьи». «Что за глупости?» – рявкнула я. «Что за бредовые фантазии?» Маша, между тем, совсем очнулась и беззвучно заплакала. «На этом кончилось мое им выконье. Надо было как-то управляться с этими детьми». Я наклонилась к своему секретарю и сказала строго, «Маша, сейчас домой, спать. Завтра научишь меня, кому здесь обращаться, чтобы купили диван». В эту минуту позвонили. Я, еще не привыкнув к своему начальственному статусу, сняла трубку сама. «И только попробуй бросить телефон!» – заорали мне в ухо. «Я тебя брошу!» «Что за странный тон, простите?» «Я тебе сейчас покажу тон!» «Издеваешься, сволочь?» «Позвольте, на каком основании вы молчать, молчать, падла! Не хулиганить!» Я опустила трубку на рычаг. За мной с большим интересом следил весь департамент, сгрудившийся у моего стола. Все, кого я собиралась уволить нахрен. «Это кручинер!» – наконец проговорил Костян сочувственно. Вероятно, у него опять сезонное обострение. Телефон звонил, не переставая. Костян сказал, что тот все равно не отстанет. Есть только один верный способ. Поднял трубку и кротко спросил. «Ефим Наумыч, да-да, это наш новый начальник. Хорошо, обязательно, вы правы, непременно. Я уже уволил ее нахрен. Вот пока вы звонили». «Что это?» – спросила я, когда обрела дар речи. «Что он тебе говорил? Как обычно, сказал, что синдикат – сборище жидовских негодяев, что он сотрет нас с лица земли, что вас он раздавит, как мушку, что из-за нас у него протекает кондиционер». «Но, ну это же кручинер!» «Майкрософворд, рабочий стол, папка «Россия», файл «Синдикат». Как я люблю профессионалов, мастеров любого дела. Причем с равным благоговением отношусь к мастеру-парикмахеру, мастеру-портному, мастеру-сантехнику, мастеру-писателю, мастеру-музыканту. С мастерами всегда чувствуешь себя защищенным и счастливым. Вот Костян. Нет такой задачи, которую он не смог бы решить. Нет такой розетки, в которую не смог бы включить все, что должно в нее включаться. Нет такого прибора, который бы в его присутствии не вытягивался во фронт и ревностно не исполнял свои функции наилучшим образом. Порой я просто зову его в кабинет и только затяну неопределенное «А что, Костян, хорошо бы, как он уже записывает в свой блокнотик план, расставляет приоритеты и умчался исполнять. Знает бездну вещей, осведомлен о таких деталях и частностях здешнего бытования, о которых я никогда не задумывалась. Он весь длинный, ножище огромный, лапище огромный, походка землемера, умен, востер, экономен и хозяйственен, словно синдикатовское добро достанется его малышам в наследство. Малышей у него двое, сыновья погодки. Словом, при Костяне я чувствую себя, как кенгуренок в сумке у заботливой мамаши. Величайшим мастером оказалась и Маша, мой секретарь, та самая, что умудряется грубить, одновременно падая в обморок. Она умеет считать, в уме, не доставая калькулятора. Я с огромным облегчением немедленно отдала ей на откуп все столь устрашавшее меня дело производства департамента, и теперь, когда она появляется в кабинете, строгая и нелицеприятная, с пачкой каких-то бумаг для бухгалтерии на подпись, и я говорю с досадой, Маша, у меня такая легкая роспись, ее так легко подделать, неужели надо морочить мне голову с каждой бумажкой? Она отвечает без улыбки, как вам не стыдно, Дина, ведь это подлог. И я покорно подписываю бесчисленные и загадочные для меня акты, договора и накладные. Женя тоже мастер в еще более таинственной для меня области. Она повелитель сакральных долин, компьютерных леса и доловидений полных, пещеры сорока разбойников, проникнуть в которую простому смертному вроде меня невозможно. «Сезам, откройся!» — восклицает она каждое утро, вернее, щелкает мышкой, пролетает детскими своими пальчиками по клавишам, и на экран компьютера всплывают имена и фамилии. «О, база данных!» — поется на мотив неаполитанской песни. Таинственная и недоступная для других организаций база данных синдиката. Работая, Женя то и дело выкрикивает фамилии, словно достает диковинные заморские товары из своих закромов, персидские шали, меха, пряности, благовония, медную посуду, украшения и венецианские ткани. Арнольд Низота, Фома — горбункер, Феня — наконечник, Богдан — мудрак. Все кричат «Не может быть!» Женя говорит «Пожалуйста, убедитесь!» Все бросаются к экрану ее компьютера «Пожалуйста, убеждаются!» Каждая еврейская организация, даже новорожденная, даже и вовсе неимущая, считает для себя обязательным сколотить свою собственную базу данных. Причем в каждой организации подозревают, что у конкурента база данных полнее. «Евреи» — отборнее, крупнее, бесчервоточен. «А у Уеба больше!» — орет Костян, который развозит тираж нашей газеты по всем организациям Москвы, собирает сплетни отовсюду и поэтому считается у нас лицом осведомленным. Так вот, у «Уеба» больше. Это не совсем приличная аббревиатура, означает управление еврейской благотворительностью. Организация тоже финансируемая американскими еврейскими общинами. «Уеб» — наш главный конкурент и идейный противник. «Мы здесь для того, чтобы вывозить евреев из России». «Они» — для того, чтобы развивать и поддерживать здесь общинную жизнь. Кстати, средства на эти столь разные цели могут идти такая вот еврейская метафизика из одного вполне конкретного кармана, вполне конкретного чикагского мистера Агарон Кай Гурветт. И еще о мастерах. Эльза Трофимовна, бесшумная старуха кротости необычайной, тоже мастер. В течение каждого утра она проглатывает толстенную кипу газет. Однажды мне даже приснилось, как бодро хрумкая газетными страницами, как лошадь овсом, она прожевывает гигантские комки, так что видно, как трудно они проходят по горлу и, подобострастно вытаращив глаза, запивает их чаем. Огромную толщу прессы прочесывает она в поисках еврейской темы, и часам к двенадцати дня вырезанные и отксерокопированные статьи уже отправлены по факту в Иерусалим, в аналитический департамент, а копии лежат по кабинетам на столах у Клавы, у меня и у вечно поддатого Петюни Гуровица, который никогда ничего не читает. Кроме того, Эльза Трофимовна составляет еженедельные обзоры по материалам российских СМИ. И это мастерские сделанные обзоры. На зависть краткие, точные, ёмкие. Во всём остальном Эльза Трофимовна беспомощна и, не побоюсь этого слова, абсолютно бессознательна. Поручить ей ничего нельзя. Она забывает первое слово, едва выслушав последнее. Напрягается, переживает, трепещет, подобострастно вытаращивается. Наконец уходит, возвращается, извиняется и переспрашивает адрес, куда идти, имя, к кому обратиться, суть поручения. Уходит. Возвращается с проходной или уже от метро и опять переспрашивает, вытаращивая от старательности глаза. Наконец уходит с Богом, приходит не туда, ни с кем не встречается, ничего не приносит, возвращается ни с чем убитая, подобострастная, готовая снова идти, куда пошлёт. Первое время я подозревала, что она делает это нарочно, чтобы начальству неповадно было держать её на посылках. Потом заподозрила, что её обзоры пишет не она. Убедилась. Она. Я просто видела, как она их пишет, как крот, роющий нору в земле, пригнув голову к столу, ровно и безостановочно буравя ручкой бумагу. Наконец я оставила её в покое и только продолжаю восхищаться профессионализмом её работы. И всё бы ничего, как бы ни одно её опаснейшее свойство. С утра Эльза Трофимовна имеет обыкновение выбрасывать в мусорное ведро какую-нибудь ненужную бумажонку, которая ко второй половине дня оказывается жизненно важной, хранящей какой-нибудь особый телефон или секретное сообщение. Тогда ведро переворачивается, и весь отдел принимается среди мусора искать нужную бумагу. Хорошо, если Эльза Трофимовна не успела порвать её на мелкие куски, если же это случилось, то нередко я, выйдя из кабинета или возвращаясь от начальства, обнаруживаю весь отдел на карачках. Оттопырив зады, мои подчинённые старательно складывают на полу из кусочков сакральный пазл. Сторожевого бдения требует и газета, выпускаемая Галиной Шмак. Ещё одним мастером нашего департамента. Наш славный курьер синдиката, ведомственный орган со всеми вытекающими из этого факта фанфарами, трубами и волторными в честь Родины Чудесной, нет ничего лживого, Боже упаси, и ничего верноподданного, но звон победы, раздавайся, звучит чаще, чем иные звуки застарелой битвы. Галина Шмак ответственный секретарь газеты. И эта должность ей подходит как раз потому, что её хочется привлечь к ответственности ежедневно. Со временем я выяснила к немалому своему изумлению, что попутно она шлёпает газетку «Еврейское сердце» уебу, редактирует журнал «Вначале сотворил», издаваемый на деньги Залмана Козлоброда, стряпает информационный листок наша катастрофа обществу «Узник», и, кажется, что-то кому-то ещё нет сил вспоминать. Всё это готовится, крутится, варганится у неё на дому в маленькой квартире у метро «Кантемировская» новая квартира уже куплена, но в ней идёт ремонт, заканчивается или должен вот-вот начаться. Но главной, основной своей работой Галина, конечно, считает наш курьер синдиката. Деньги на него вывалены немалые, начальство не мелочится, газеты выходят на хорошей бумаге на шестнадцати, а иногда и в двадцати четырёх полосах, в неё пишут лучшие, вышедшие на пенсию перья. Ежедневно почта доставляет десятки писем от преданных читателей, на которые я сначала отвечала в колонке главного редактора, но постепенно угасла, присыпанная пеплом и лавой общественной жизни. Галина появляется всегда в бравурном сопровождении вступительных тактов куплетом Тореадора из оперы «Кармен». Это позывные её мобильного телефона, который звонит беспрестанно. Торжественная поступь марша раздирает кулисы, предваряет её появление, летит за ней по коридорам, гремит из сумки, бряцает в карманах, ракочет на груди ежеминутно посреди разговора, оглушая вас оркестровым тутти. Может быть, из-за этого постоянно звучащего марша Галина и сама представляется мне Матадором, вертящим мулету вокруг оси собственного тела. Она влетает в мой кабинет, как Тореадор, готовый к встрече с разъярённым быком. Я, как правило, и вправду разъярена очередным скандалом, и точно бык в начале встречи уверена в своей силе и правоте. Но в этих коридах и меня ждёт участь измотанного бесконечными увертками, утыканного бандерильями и затравленного уколами пикадоров быка. Галина, будьте любезны, объясните, пожалуйста, каким образом интервью... Да это вообще полный кошмар, когда я говорила, чтобы не лезть, а Машка звонит и звонит и, наконец, дозвонилась, да кто же знал, что его это бывшая жена. Вот она и выместила, но он и грозится теперь, вот склочник заладил суд, да суд, да иди ты с этим судом куда подальше. Хорошо, что хоть Алёшка упёрся и ни в какую фото давать, да оно и некачественное, а то типография, вы же знаете, там же одни бараны, а у меня завтра плиточники заказаны. И лиловую не нашли, прямо беда-то, хрен с ней, пусть будет голубая. Всё это сопровождается по бедными фанфарами марша. Словом, минут через пять вялая туша забитого быка валится в кресло, и Маша устремляется ко мне с чашкой крепкого чая или кофе, а Галина уже несётся по коридору, выхватывая из кармана гремящий летаврами мобильник и воодушевлённо вопя в него. Зачем это подарег? Зачем это подарег, когда я просила под вишню, чтобы не после обеда, а до, иначе верстку не успеем сдать? Однако во всём синдикате, по всем департаментам, не найти другого такого мастера, как Рома Жмудяк. Это какое-то виртуозно мыливание, высочайшая способность выскальзывания из рук. Иногда в разборках с нею я сама себе кажусь голой в бане, зажмурившись, пена ест глаза, ты шаришь ладонью по мокрой полке, пытаясь ухватить обмылок, а его нет как нет, вот пальцы касаются его гладкого скользкого бока, куда там он летит на пол, под скамью, дверям в предбанник. Можно, конечно, сослепо выскочить вдогонку за дверь, но это лишь значит выставить на всеобщую потеху свою голую задницу. Поэтому лучше окатить себя холодной водой из шайки, протереть глаза и действовать уже с открытыми глазами, предварительно вытершись насухо. Странно, что общение с Ромой всегда как-то связано у меня с образом бани, с образом пены, что ползет из шайки со слишком большим количеством шампуня. На первом же собранном мною совещании департамента, то есть кучковании в моем кабинете всех моих служивых, она прерывала меня на каждом слове, добиваясь подробных немедленных разъяснений, для чего затеяно данное мероприятие, что дает синдикату, и главное, кому адресовано. Она вообще великолепно владеет всем этим мыльным языком функционеров всех времен, мастей и народов. Ясно, что прошла не только школу, но и академию Гройса. Помнится, дело касалось в тот раз организации невинного концерта израильских исполнителей, распространения билетов, обзванивания публики и прочие незатейливые работенки. Сначала я пыталась отвечать, искала нужные слова и объяснения, пока не поняла, что Рома занимается саботажем, одновременно нащупывая пределы моего терпения. «Нет», — напирала она, «все-таки я так и не поняла, кому адресован этот концерт, который вы затеваете?» «Вам», — сказала я приветливо, подавляя сильнейшее желание запустить в нее любым предметом со своего стола. Исключительно вам, Рома. А теперь возьмите, дорогая, бумагу и ручку и запишите, что вы должны сделать к завтрашнему дню. Она взяла бумагу и ручку. С этой минуты я поняла, что мы сработаемся при известной моей сдержанности и постоянных усилиях толкать эту баржу. Бывает, с самого утра уже видно, Рома намыливается. Откуда видно? Не знаю, по глазам, вероятно. У нее намерения ясно выражены во взгляде, в движениях, в походке. Ей просто незачем их скрывать. Своей неподотчетностью она напоминает мне иерусалимских кошек. Те тоже никого не боятся, ни на кого не оглядываются и идут по своим делам, никого не спросясь. Нет, Рома, конечно, соблюдает минимальный этикет. Все-таки я начальник департамента. С утра, опоздав минут на сорок, она заваливается в мой кабинет с войской походочкой и, подмигивая, говорит что-нибудь вроде «Да, хотела предупредить. Сегодня у меня сейчас у Кикабидзе. Вам бы тоже хорошо его попользовать. Мужик грандиозный». Пока я разбираюсь, что это другой Кикабидзе, не певец, а знаменитый иглотерапевт, который остеохондроз ее рукой снимает не в переносном, а в буквальном смысле, пока то да сё прерываемое безостановочными звонками и посетителями, Рома уже усвистала, причем почему-то на три дня. То ли остеохондроз такой несгибаемый, то ли Кикабидзе так добросовестно лечит. Однако я пока терплю. Не потому, что ее супруг, великий и ужасный Гройс, внушает мне какое-то особое почтение или опаску, а потому, что в критические моменты Рома бывает весьма полезна. Именно она, в силу своей семейной осведомленности, может кратчайшим путем провести по запутанным тропинкам этого особого мира и намекнуть, где какая собака лапу задирает. Из базы данных обращений в синдикат Департамент фенечек-тусовок Обращение номер 653 Прокуренный мужской голос Я вот не знаю, кому у вас жаловаться. Я вывез в Израиль первую жену, да? Там разошелся, вернулся в Россию по любви, вывез вторую жену, Но не сжились мы, бывает же. Я разошелся, да? Опять вернулся, женился в третий раз, вывез третью жену. Ну, не сошлось у нас, не вышло. Ну, может, человек в поиске быть. Я теперь настоящую любовь встретил опять в России. А ваша чиновница оскорбляет меня, говорит, вы человек или такси? И называют этим. Сейчас вспомню. Вот. Паром Харон. Блядь.